Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Первое число месяца стартовал новый батл пасс. Насколько новый сейчас будем обсуждать, но как вы знаете больше никаких киборгов, никаких больше рудольфов, эпсилонов, феррумов и подобных машин шестого уровня в батл пассах вы не найдете. Разработчики их оттуда забрали. Что они сделали? Они вместо них, как вы знаете, положили легендарный какой-то внешний вид, камуфляж, в нашем случае Нобль, на АТ-шку. Почему на АТ-шку, до сих пор понять не могу. По-моему, не самая популярная тачка в игре. Многие ее продают. Ну ладно, сделали да и сделали. Внешний вид получился действительно клевый, добавляя 10-15 тонн к ее внешнему виду, лишний раз оправдывая скудную подвижность в боях. Также меня порадовало то, что здесь сзади есть на что посмотреть, есть движущиеся детали, ну и, соответственно, глазу самого играющего тоже есть за что зацепиться. Это гораздо лучше, чем когда машина спереди смотрится красиво, а сзади ты вообще ничего не наблюдаешь. Ну и тогда тебе становится дико обидно. В конце концов, камуфляж для кого надеваешь? Для себя? Или для тех, которые тебя будут окружать в боях? Ну, АТ-шку, кстати, окружить не так уж и сложно. Что же касается всех переживающих и меня в том числе в отношении того, а не является ли это провисанием выгодности батл пасса, покупая особый пропуск, мы с вами получали 3200 голды, 2000 сейфов и 1200 собирали вот здесь сверху и с нижней цепочки. Ну, а потом могли еще и машину продать за 500, и того у нас получалось 3700. Так вот, разработчики на 55 уровень вместо легендарного внешнего вида, который сюда ложили на танк операции, просто положили вам 500 голды. Таким образом, получается, что в отношении золота батл пасс абсолютно не потерял ни грамма. Вы все равно можете забрать все те же самые 3700. Что касается контейнера операции. По контейнеру операции скажу следующее. Положили действительно классные машины. Есть возможность забрать прогу 46, СУ-130ПМ и АМХ М4-49. Плюс есть части сертификатов. И, ребят, напомню по поводу своего лайфхака, который всем советую. Когда вы проходите особый пропуск, точнее с особым пропуском проходите батл пасс, не завершайте последнюю какую-нибудь свою боевую задачу на все 3 золотых. Нажимаете кнопку заменить, когда у вас все задачи выполнены кроме одной. И в этой последней задаче выполнено 2 пункта из 3. В таком случае нажимаете заменить, она меняется. Ваши 2 пункта золотых жетонов, которые упали вам в копилку, никуда не исчезают. Но вы получаете возможность выполнить новую боевую задачу на целых дополнительных 3 вот этих вот пунктика. Короче говоря, таким образом на финише вы получаете возможность не один раз бесплатно открыть вот этот контейнер, а целых 3 раза. Короче говоря, пользуйтесь лайфхаком, если, возможно, вам это интересно. Ну а не хотите морочиться, дело ваше, никто никого не заставляет. Что же касается меня, я любил коллекционировать данные машины и выскажу следующее мнение. Я бы хотел, чтобы все-таки разработчики давали возможность игрокам принимать решение, продавать машину или оставить себе ее в коллекцию. Я понимаю, что большинство игроков всякого рода пиратов и подобные машины продавали, потому что они слабо играбельные. Ну и мало кто играет в целом на шестом уровне, лучше 500 голды положить себе в копилку и отложить эту денежку на какую-нибудь годную восьмерку там или на десятку. Но все-таки, ребят, право выбора это гораздо интереснее, чем его отсутствие. Понимаю в то же время, что вся эта кухня разработчиков, а не наша, и наше дело принимать все как есть. Но, как я уже сказал, не все ребята продавали данные танки, и я понимаю, что разработчикам проще положить просто сразу 500 голды, чем морочиться художникам с вот этими всеми прорисовками, а разработчикам над тем, чтобы делать движущиеся какие-то детали у этих танков. Ну, как есть, так есть, но мне немножечко обидно. Вы свое мнение обязательно пишите в комментариях. Если вас интересует особый пропуск на батл пасс этого месяца, то рекомендую вам посетить мои прямые трансляции. Первая состоится сегодня в 19.00 подсест, там где мы разыграем особый пропуск и танчик 9 уровня Т-55А. Ну, а если придете еще и завтра на прямую трансляцию тоже в 19.00 подсест, то сможете еще раз попытать счастьем выиграть себе особый пропуск на этот месяц. И, ребят, можете посоревноваться за АМХ-30Б, либо за Т-95Е6. Две машины 10 уровня, причем победитель выберет себе сам, какую из этих тачек поставить ему в ангар. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.